Наш вебинар, просто слышите меня хорошо, я без внешнего микрофона, не знаю, насколько связь хорошая. Отлично. Начнем мы с самого горячего, что было за несколько последних дней. Из тех бумаг, которые котируются в MetaTrader, в Admiral Markets, сразу две бумаги показали очень интересные движения. Нет, если мы много говорили, опять же в двух словах, я включу, извиняюсь, экран. Нет, сначала у нас презентация, я забываю всегда. Мы просто обязаны вам показать предупреждение о рисках. Регуляторы требуют, но вы знаете, что маржинальная торговля несет риски, вы можете потерять больше, чем у вас на депозите. Думаю, тут все опытные трейдеры и знают, это Admiral Markets, офис в Лондоне, офис в Сталине, тоже все знакомы. И в двух словах о себе, если есть кто-то новый, я трейдер, управляющий активами на рынке, достаточно долго живу рынками. И, собственно, каждый трейдер хочет делиться тем, что я мыслю, что я думаю по рынкам, каким-то бумагам отдельным. Ну и вообще торгую я акционами, но акцион это не отдельный инструмент, он производный, то есть в основе акциона лежит базовый актив. А это как раз-таки те же самые акции, те же самые фьючерсы, коммодитис, нефть, кассы и все остальное. Так что я торгую теми же инструментами, теми же активами, только немножко в другой форме, через опционы. Я включу этот трейдер, это займет немного времени, потому что он сейчас попросит подтвердить, что какой-то там плагин закачивается. Сейчас буквально включается, почему-то долго, да, установить плагин, вот он. И все, я думаю, должно быть сейчас видно. Нажимаю презентацию, секундочку, еще немного разрешить и открыть. И скажите, видите ли вы мета-трейлер. Вот он включен. А если видите, напишите, пожалуйста, об этом. Так, хорошо, отлично, идем дальше. Вот у нас Тесла, наконец-таки, очень долгое время. Я лично ждал какого-то разворота, какой-то рациональности от рынка, потому что достаточно сильно выросли бумаги и росли они часто даже не на каких-то событиях, не на фундаменте или даже технике, а на том, что происходили шортокрылые, как называют это, шорт-сквиз на рынке. То есть большое количество шортов приводило к тому, что дальнейший рост бумаги вверх приводил к срабатыванию маржин-колов. Это вы можете сами посмотреть, какой у компании Тесла шорт открытый. Вот здесь на Финвизе есть об этом информация. Я, наверное, показывал. Единственная эта информация, ну, она меняется. Не так часто ее исправляют, да, обновляют не так часто. Переключу секундочку на Финвиз. Вот должно быть видно. Обратите внимание, 23% 90%. Здесь было 26, цифра была даже 26. Это соотношение шортов или тех, кто стоит на понижение к общему free float, то есть к общему количеству свободно обращаемых на бирже акций. Вот видите, каждая четвертая бумага практически взята в долг у брокера. И даже скажу больше, если шортить Теслу через некоторых брокеров, есть проблемы в этом. Иногда нет свободных бумаг, чтобы дать вам шорт. Я даже колы продавал на Теслу, и была такая сложность. Брокер предупредил, что, возможно, будут проблемы с продажем. Но, скорее всего, колы связаны с тем, что, когда вы продаете кол, и он выходит в деньги, то есть вы продаете обещание, что не уйдет цена выше 400, именно такой я продал кол на ноябрь. И если все-таки цена уходит, то вам дают шорт по 400. Поэтому с шортами проблема. Видите, сколько людей шортить. Но это не касается CFD, это не касается мета-трейдера, потому что здесь не сами акции, а контракт на разницу на акции, а значит, это гибридный, как так правильно. Это, ну да, отчасти я правильно сказал. Это не совсем акции, и можно выписывать сколько угодно CFD. То есть проблем с шортами не будет. Итак, что произошло на Тесле? Вы, наверное, читали аналитику в двух словах. Я повторюсь, мы об этом уже писали и видео снимали. Илон Маск показал цифры по прогнозам на модель 3. Они оказались чуть хуже рынка. Потом Зару добавил Вольво, заявивший, что электромобили будут выпускать в 2019 году. Исключительно электромобили. И последней каплей было Институт безопасности США информацию вывел на рынок о том, что рейтинг по безопасности Теслы, точнее, предыдущих моделей, не моделей 3, она с конвера не сошла на тот момент. Этот рейтинг, он приемлемый, а не топ рейтинг. То есть, наверное, высший какой-то рейтинг, там еще ниже, и есть приемлемый. И, собственно, Теслы она прошла, все с ней нормально, но не считается самым безопасным флагом. Но оно и понятно. Ну, вот на всем этом акции рухнули. Рынку, видимо, нужен был повод, все совпало. Вот видите, 3 свечи. Кстати, такая фигура в техническом анализе, в свечном анализе называется 3 солдата, по-моему, если я не ошибаюсь. Она такая, кстати, медвежья, в данном случае. Но сильный уровень 100-дневный мувинг, секунду переключусь, 100-дневный мувинг, очень даже поддержал цены. Вот вы видите, 100-дневный simple moving average я настроил. Небольшой пробой был вчера. Ну, почему я не люблю ставить стопы ниже мувингов? Очень часто происходит так, что цены даже иногда закрываются ниже, но потом отскакивают. Это такой психологический барьер. Не надо его воспринимать, да и ни одну линию не надо воспринимать как какую-то жесткую статичную линию. Ну, уж тем более мувинг, он может меняться, он может подстраиваться по ценам. Он 100-дневному сложно будет подстраиваться по ценам, потому что в расчете этого мувинга участвует 100 дней. Ну, в данном случае simple, просто берется 100 дней, цены за 100 дней, цены закрытия, и суммируется все, делится на 100, и получается средняя цена. Так вот, средняя цена за последние 100 дней, она где-то на уровне 300-750. Так вот, неважно, что за цифра здесь, важно то, что цена споткнулась об этот уровень и не смогла ее пробить дальше. Сегодня восстановление, тоже свечу оставили, тень оставили на свече сверху, медведи продолжают атаковать бумагу. Думаю, что в ближайшее время можем, вот здесь немножко слива получилось, можем, или нет, даже уже увидели, вот, увидели уже линию, как сопротивление, диагональную линию, трендовую линию. И мы об нее, изначально у меня вот так было, канал вот такой, ударились об нее, и не знаю даже, посмотрим, что будет дальше. Если мы зайдем в канал, то бытии какое-то время могут еще догнать какой-то вот 50-дневный музыку. Если отскочим, то можем упасть еще немного. Ну, у меня позиция 400-й колл продан, 350-й куплен, значит, выше 350-й невыгодно, до 400-й, это новый максимум вообще-то. Я не верю, что в ближайшие 2-3-4 месяца будет, сейчас что, июль, да, июль, август, сентябрь, автором, 4 месяца будет новый максимум. А если будет, без убыток находится где-то на 400-й, там, 10-й, наверное. И внизу у меня куплен 300-й, то есть все, что ниже 300-й, мне выгодно и продан 225-й. Ну, я его продавал на одном из вебинаров, слушатели видели прямо в онлайне, точнее, своих вебинаров, курсов даже, не вебинар был, курсов по акционам, и слушатели видели, как это происходило. Конструкция закрыта, значит, 300-й тут куплен, 225-й продан, 350-й куплен, 400-й продан. Любая цена между 410 и, там, 200 с чем-то, 210 мне выгодна. И, как вы понимаете, мы находимся практически в середине этого диапазона. То есть, если этот диапазон устоит, я положу в карман то, что уже мне дали те, кто покупал у меня эти акции. Так что, вот, будем, как, 4 месяца и 100 долларов вверх, да, 100 долларов вверх и где-то 100 долларов больше, 100 долларов вниз. Любая цифра мне выгодна. Где-то более выгодно, где-то менее. Итак, что тут сейчас можно делать? Медведи, если вы давно ждали разворота, считайте, что на акции Tesla пузырь, наверное, самое время зайти с небольшим стопом, куда-то выше поставить его и отыграть возможный разворот, если он будет. Кстати, S&P тоже сегодня пытался упасть. А если кто, вот видите, свеча была большая, это часовой, по-моему, нет, это четырехчасовой. Давайте поставим на часовой график. Очень большая паника была с утра. Ну, внутри дня, конечно, большая, да, по новостному фону большая. А, кстати, я давно хотел с вами поделиться. Часто спрашивают, где смотреть Bloomberg. А вот где его смотреть. Просто в YouTube пишите, или давайте я вам скину ссылку, в YouTube вбейте Bloomberg Live и откроется ссылка Bloomberg Live Stream. Вот она ссылка, сейчас я ее вам скину в чат. На испанском, наконец-то я переехал сюда и в ближайшие несколько месяцев буду вести вебинары из Испании. Вот в прекрасном качестве, в 1060, да, это очень высокое качество. Круче только 4К, наверное. В высочайшем качестве, с задержкой, я сравнивал задержку с потоком, то есть настоящим Bloomberg, который по TV на кабельном. Она менее минуты, ну, может быть, 40 секунд, вот где-то так. Это немного, это немного для тех, кто любым методом торгует. Да, с официального сайта тоже можно, но вот здесь очень высокого качества стрим в YouTube. Недавно я узнал, что можно... Да, на официальном сайте я смотрел там аж с какого года, наверное, 2000-го я уже подсел на Bloomberg и постоянно он у меня включен, причем даже тогда, когда у меня с английским не было так хорошо, я понимал через слово, все равно я смотрел Bloomberg, чтобы просто понимать, видеть, что происходит на рынке, какой-то такой поток, да, вот стрим, на этом случае было написано, поток информации, видеть, что актуально. Вот здесь вы можете подписаться и смотреть Bloomberg, чувствую, на фоне даже может звук убрать. Итак, сегодня с утра S&P почему... Да, быстро говорят Андрей, вот в том-то и беда, это же новостной канал, и не нужно уложиться очень быстро, хоть и английский. Будут криптовалюты, я, конечно, не специалист по криптовалютам, но все будет. Вот еще Андрей спрашивает, как я начал принимать хорошо. Вот чисто практика, слушал, 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 немножко там сам занимался, и вот со временем, допустим, каждое четвертое слово понимал, потом каждое третье, вот только нужно слушать. Ну и, конечно, не просто слушать непонятные слова, а как-то заниматься, и со временем все будет. Итак, S&P с утра падала на вот этом скандале, что сын Трампа, а вкратце, если кто не знает, сын Трампа связан, точнее не связан, он пытался получить у юриста, представляющего российские власти, Бесселенкова, по-моему, как вы видели у нее, компромат на Хиллари Клинтон, что несколько там посредников было, один из посредников даже Эмин Агаларов, вы знаете, наверное, сын Араса Агаларова, азербайджанца олигарха, олигархом сложно, конечно, его назвать, он сам с нуля поднялся, никаких ни нефти, ни газа не было. Так вот, каким-то образом, видимо, Агаларова сын был знаком с сыном Трампа, ну, такие тусовщики оба, видимо, общались, как-то пересекались на мероприятиях, и вот непонятная такая связь, куда Агалар Атамин, тусовщик в Сеяруси, куда сын Трампа, юрист какой-то, и вот этот скандал продолжается, очень много было людей опрошено, и вот новый виток, непонятные моменты, непонятные люди, и обвинение в том, что Трамп все-таки пытался, якобы пытался, ну, мы не знаем пока точно, пытался получить компромат на хилл-риклизм, самая беда в том, что он пытался это получить у российской стороны, собственно, что не совсем, вообще ненормально, не знаю. Так вот, Блунберг показывал эти новости, СНП падал, потом вроде успокоились, вообще, в последнее время СНП, я говорил часто на вебинарах, очень технично ходят, и отталкивается от уровней, пробивает их, потом касается, отталкивается, вот и сегодня, 2400 мы не дошли, секундочку, переключу, то 2400, а, я уже, не дошли, но этот уровень достаточно сильный, то есть, очень нужен неплохой негатив, чтобы пробить этот уровень вниз, и тогда, наверное, следующая остановочка будет где-то в районе 2300, сейчас я скажу точно сколько, потому что здесь хороший канал, очень даже такой устоявшийся канал, если мы его пробьем в двух точках, в два линии пересечения, они сходятся в одной точке, 2400 плюс минус, если мы его пробиваем, то есть все шансы, что уйдем на 2350, или на 2300, хороший уровень, наверное, на Уикли, это очень будет похоже на разворот, ну, рано говорится, такие громкие заявления, но очень будет похоже на глубокую коррекцию, ну, вот, уиклиатора под рукой нет, это, наверное, 100 пунктов, это, наверное, сколько процентов, 2400, 125, и 2300, 125 пунктов, то есть, если бы это было 250 пунктов, было бы 10, да, 5 процентов, ровно 5 процентов, давно такого не было, если произойдет, это уже можно считать глубокой коррекцией, так вот, вернемся к Тесле, буквально закончим с Тесла, если рынок все-таки будет разворачиваться, то, наверное, вот просто нет шансов, нет других возможностей, как подключиться ко всему рынку, и от хорошего уровня, куда-то там провалиться, техника нам говорит, на Дейли, это Дейли, кстати, на Дейли, мы находимся на пороге, или захода в канал, кстати, знаете, как эта фигура называется, если мы зайдем в канал, то эта фигура называется, это В-формация, вот такая В-буква, латинская В, если мы зайдем, а если нет, то это классический пробой тренда, в дальнейшем падении, может даже мувинг нас не спасет, но рано говорить, мы сейчас дошли туда, куда должны были дойти, вот я про мувинг писал, все видео снимали, в понедельник, по-моему, и действительно цена от мувинга хорошенько оттолкнулся вчера, с попыткой пробития, но ничего не вышло. Окей, что еще у нас было сегодня? Snapchat, вот здесь есть котировка Snapchat, тоже буду краток, почему Snapchat побил новые минимумы, это история конечно старая, Snapchat в убытках, в сплошных лоссах, вот он, наверное, вы видите, поставим Daily, хотя график на Daily маленький, но нет, давайте увеличим, потому что на IPO бумага вышла буквально несколько месяцев назад, в марте она вышла на IPO, и вот сегодня мы провалились до 15.62, может даже меньше, это цифры, которые намного ниже цены размещения на IPO, размещалась бумага по 17 долларов, и в первый же день летела на 24, то есть 46% взяли все те, кто покупал на IPO и продавал в первый день. Продавать сложно было, там есть lock-up period, который не разрешает, запрещает тем, кто участвовал на первичном размещении продавать в течение 90 дней, а может даже 90 дней прошли и апрель, май, июнь, ну да, похоже, они прошли, или может быть 108 дней. В общем, есть такой период, который должен завершиться, и те, кто на IPO-браун могут продавать бумаги. Но проблема не в этом, проблема в том, что Morgan Stanley снизил рейтинг по Snapchat, рекомендацию, и прогнозы по прибыли, выручке по всем цифрам аналитикам Morgan Stanley намного ниже, ну не намного ниже, чем в среднем по рынку. Уже даже брокеры, которые участвовали на IPO, даже они не верят, инвестдома не верят в успех Snapchat. В чем может быть успех выражен? Я тоже не вижу, и мы даже говорили об этом много раз, что Snapchat я продаю колу, я не верю просто в Snapchat, потому что, мало того, она убыточная, она и продолжает, конечно, быть убыточной. Так все фишки, которые есть в Snapchat, копируются и Instagram, и Facebook, ну то есть Facebook и Instagram это одно и то же, другими соцсетями. Ну то есть я не вижу причин, по которым толпа, которая в Snapchat могла бы вырасти, или Snapchat из того же количества своих подписчиков сделал бы больше, денег заработал, монетизировал бы, да, как сейчас говорят. Не так много вообще идей. Ну если кто не знает, Snapchat это такая соцсеть, знаменитая она была тем, что там видео можно снимать, и они исчезают, но это хорошо для юных пользователей, ну допустим, что-то сняли, это все не лежит на серверах, ни в Instagram, нигде, а быстро исчезает. Снял, пошутил, и все, исчезло. Вроде ничего интересного, но вот так молодежь, совсем уж, там может быть, 15-30 максимум, в этом возрасте люди, им было интересно, эта фишка была интересной. Сейчас это есть и в Instagram, и даже в ВКонтакте, у всех это все есть. Так вот, эта фишка привлекла очень много юзеров, и что, и статистика такова, что 18-34 в этой возрастной категории в США Snapchat пользуются 41% людей, а телевидение в этой категории людей постоянно смотрит его 6%. Вот вам и аудитория. Ну, это одна сторона медали, другая сторона, все это монетизировать не так легко. Жестая, жесткая конкуренция таких вот соцсетей, ну, у человека же не может быть там 50 разных аккаунтов соцсетей, да, есть Instagram, есть Snapchat, рано или поздно, кто-то будет делать выбор в пользу какой-то одной соцсети. Так вот, конкуренция жесткая, идеи друг у друга, они воруют плохое слово. Используют идеи, и как тут заработать ближайшие, хотя бы там год-два, я уже не кричал, пока удалось только Facebook. Очень неплохо удалось, там рентабельность просто дикая, очень высокая. Остальные соцсети, например, Twitter, до сих пор в убытках Twitter 10 лет, об этом тоже у нас был вебинар. В шестом году первый твит был послан, и до сих пор компания в убытках. И точно такая же динамика, как и на Snapchat, ну, может, чуть лучше. Так что, вот что произошло буквально вот на этих выходных в понедельник, и сегодня уже вторник, Snapchat, Tesla, Tesla еще на прошлой неделе происходило движение. Ну, и давайте вернемся к классическим нашим инструментам, а потом поговорим о криптовалютах, хотя, как я предупредил, уже я не особо оптимист ни разу по криптовалютам, считаю, что все это пузырь огромный, что польза от криптовалют, точнее, от блокчейна, может быть, человечество может получить массу интересных идей, как использовать блокчейн. Ну, вы знаете, это одновременная запись во всех компьютерах, участвующих в системе, чего-либо. То есть можно в блокчейне использовать и, допустим, кадастровые записи, и медицинское страхование, то есть не какой-то сервер один, агентство государственное, иерархия, где есть запись о том, что, допустим, я автор такой-то книги, а блокчейн, система, где масса компьютеров одновременно записывают у себя на серверах информацию о том, что, допустим, я автор такой-то книги. И подделать и поменять невозможно, потому что тогда придется на всех компьютерах менять эту информацию. И вот таким образом базы данных, какие-то права на пользование чего-то можно переводить на эту систему, не иерархическую такую, вертикально интегрированную, где есть какое-то агентство, дальше юзеры, которые зависят от этого агентства как легально, в смысле юридически, так и технически, независимая абсолютно сеть, в которой информация записывается одновременно на компьютеры системы юзеров, самих юзеров. Такая самодостаточная система. Интересная идея, но при чем тут всякие Lite, Coin, Ripple, их уже по тысячу. Такая мегапузырная индустрия, будет лопаться масса всяких этих дурацких коинов непонятных, вот они сегодня улетели, на десятки процентов. Там был Coin, я зашел на сайт, там что-то, CryptoChange, что-то такое было, и увидел Coin, который на 55% попал за один день. Ну, окей, так что, и этот майнинг уже неэффективен, но сначала наши, кстати, да, со вчерашнего дня у Адмирала есть в системе, кто знает, напишите плюс, вот мне интересно, вы в курсе, что уже у Адмирал Макетс терминалей есть 4 коина. Минус напишите, те, кто не знал, вот узнал сегодня. Просто интересно, как информация доходит до слушателей, до клиентов. Владимир не знал, Иоанн не знал. Ну вот, я впервые вам об этом сказал. О, как много людей не знало. Давайте я посмотрю, где это. Может, это я неправильно что-то говорю, потому что интересно, что то, что должно было быть объявлено и все клиенты должны были получить информацию. Но у меня была информация, что с 10 числа все это уже в системе работает. Сейчас посмотрим. Нет, это CFD-шки, выше, выше, выше Twitter. Может, у меня демо, поэтому я не вижу. Может быть. Хорошо, кто-нибудь скажите, у вас в реальных терминалах вы видите Bitcoin, Ripple, Litecoin и четвертый ETH. Вот эти четыре. Да, информация пришла. А кто-нибудь в терминале может открыть и показать, что вот есть такие инструменты. Ну, или скриншот. Не, не надо скриншот, просто скажите, что да, вы видите в терминале хотя бы один из этих инструментов. Я же пытаюсь найти, но пока безуспешно. Возможно, у меня демка, просто чисто информативно для того, чтобы вести вебинары. Может быть, поэтому. Еще раз я пройдусь по инструментам. Индексы, CFD, commodities, нефть, франц, там и все такое. Европейские CFD, вот вижу, Daimler, BNP, Paribas, американские CFD, Tesla, Twitter, валютные пары, кросс-курсы. А, может быть, нужно сделать, показать все символы, show all, и уже здесь в разделе, а, я выбрал, да, я выбрал. Да, вот, появилось, нужно было сделать вот что. Нужно было вот-вот нажать вот сюда, правую кнопку, и show all, показать все. И появится новый, вот видите, биткоин, но по-моему, он только long only, по-моему, продать, шортить невозможно пока, только покупать. Биткоин, эфир, так называемый, Ethereum, лайткоин, и должно быть Ripple, да, Ripple, на американские доллары, вот котировки. Так, сначала давайте евро, у нас первым делом, значит, S&P рассказали, Microsoft пока внутри канала, нефть, любимый мой инструмент, но вот он зашел обратно в канал, ничего особо интересного, уже Goldman Sachs заявляет, что есть риски провала цен на нефть ниже 40 долларов, Goldman Sachs сегодня об этом по блумерку передавали информацию, также вызывает опасения у рынков Нигерия и Ливия. Единственный комментарий бычий, ну, как обычно, я услышал сегодня от Новака, это министр энергетики России, он сказал, что, в общем-то, запасы в мире уменьшаются, ничего страшного, мы не считаем в ОПЕК, точнее, Новак-то не ОПЕК, Россия не ОПЕК, но, как участник той сделки, мы и ОПЕК считаем, что проблем не будет с добычей Ливии и Нигерии, они не смогут перебороть общее сокращение ОПЕК, и это будет работать. Ну, не знаю, насколько это правда, время покажет, такие комментарии, я бы удивился, если бы представители ОПЕК или представители России, добывающие них страны, делали бы другие заявления. Даже Вагит Олег Перв, глава Лукойла, даже он говорил такие бычие, абсолютно бычие делал заявления на рынке, хотя, читая его интервью, где-то мне казалось, что он выдает желаемое за реальность, где-то понимает уже, что происходит в индустрии, но выдает желаемое за реальность, или же так вот верит, один из самых крутых нефтяников России, бывший замминистр нефти и газа. Вагит Олег Перв, совладелец Лукойла, большая часть ему принадлежит, как минимум 30% лично у него акций Лукойла, ну и там менеджменты имеют суммарно 60%. Ну, посмотрим, хорошо. Значит, по нефти пока ничего интересного, сигналов нет, наверное, будем ждать. Я вот здесь давал, мы общались, я говорю, что можно уже заходить в продаже, частично, поэтапно, еще выше продать, там еще выше, ну вот видите, как раз с того момента, как мы на вебинаре это обсуждали, цена достаточно сильно посела 47 и 43, там с чем-то, 4 доллара, почти 10%, ну не 10, 8%. Так, евро, наконец, кто-то тут говорил про евро, пробиваем линию, сейчас я посмотрю комментарий, который был по евро, кто писал сегодня, по недвижению непонятные, а, это вы говорили про криптовалюты, про криптовалюты, про криптовалюты, откроете график, нет, это не про евро, евро пробивает уровень достаточно сильный, вверх, уже 1,470, было даже 76 на максимуме, возможно, идем на 1,17, на 1,15, видите, когда мы говорили, с чем может быть все-таки связана слабость доллара против евро, были разные идеи, и центробанки, хотя, с какой стати центробанки, ФРС вроде успокоился, ЕЦБ намекнул нам, что никакое повышение не грозит рынку, а вроде как раз все наоборот, и я выдвигал, ну, не я лично, рынок понимает, это просто из приоритетных версий, мне казалось, что самая приоритетная это слабость доллара, связанная с Трампом, с системой, вот этой, и вот видите, сегодняшние данные, вот эти вот скандалы, снова увели евро вверх, доллар вниз, так что кажется, что да, проблемы именно в долларе, не в том, что ЕЦБ будет повышать ставки, последнее заседание очень четко нам оставило все точки над И, никаких сомнений у нее не осталось, что ставка будет очень-очень медленно, будет повышена, не скоро, далеко, не в 17-м точно, может быть в 18-м, то есть Драги в двух словах коротко сказал, что не спешите, ставки будут оставаться еще какое-то долгое время, и вот эти меры, конечно, не смягчили, до конца года, по 60 миллиардов в месяц будет скупать ЕЦБ, все, как и договорились, никаких изменений, скорее по Банку Англии будут какие-то изменения, что, кстати, с фунтом, такое беспорядочное движение, непонятное, какие-то провалы можно откупать, ну, в общем-то, не знаю я, что-то же делать, такой рисунок, что непонятный абсолютно, но кто-то спрашивал в прошлый раз в районе 1,24,25, что делать, по-моему, был Владимир, да, вот, который сейчас присутствует у нас, я видел от него комментарий, спрашивал, и я говорил, что можно, это у нас скайпе было в нашей группе, в скайпе, кстати, если кто хочет участвовать в обсуждении у нас группы, точнее, мы даже не начали еще обсуждать, потому что хотим набрать количество людей, там 19 подписчиков, вот добавляйтесь ко мне и напишите, что вы хотите попасть в скайп-группу, я думаю, что будет 20-25, уже можно будет делать живые дискуссии, потому что часть людей там совсем недавно пришедшие на рынок, кто-то с акций, кто-то с опционов, такая разношерстная достаточно группа трейдеров, но я думаю, что количество увеличится, мы сможем найти много общих тем, и сможем нормально все это обсуждать, какие-то делать заявления, там кто-то увидел падение, допустим, на фонт биткоине, написал, если он желание делиться новостями важными, серьезными. Итак, вернемся, что еще, Apple, золото тоже, да, золото, вот мы говорили, что никак не коррелирует ни с чем, разве что, может быть, с долларом, хоть как-то может коррелировать, то есть слабость доллара, сила золота, ну вот сегодня мы видим маленький разворот, но вот видите, евро уходит на новый локальный максимум, а золото где-то, вчера еще показывало новый минимум, 1208, вот видите, корреляции все-таки нет даже с силой доллара, с неопределенностью, с паникой на долларе, непонятно себя ведет, поэтому, как я говорил на вебинаре, у нас был вебинар, посвященный золоту, YouTube, поищите, Адмирал Матерс канал, лучше в такие моменты торговать краткосрочно, техникой, пробои, взяли 50 пунктов, считаете, что это много, все, закрылись, вышли, не ищите, не ждите корреляции, они могут меняться много-много раз, если сейчас путь-то и открою, но у нас времени мало для выплета, то увидите, что корреляции меняются много-много раз. Окей, что еще, да, давайте к биткоинам вернемся, нефть обсудили, сигналов нет, S&P хорошие дают попытки отскоки от 2400, золото технично ходит по теханализу, но очень срочно, я советую, евро ушло на новый максимум, посмотрим, чем это закончится, может быть на 1.17 есть возможность зайти за такой глобальный шорт и посмотреть, что будет, что из этого выйдет. Газ сегодня разворачивался хорошо, очень сильный рост, несколько процентов, сейчас я на финвиде посмотрю, сколько это процентов, фьючерсы, хожу вот сюда, такая большая картинка, карта, если нефть 1.6% плюс, то газ почти 4%. Кстати, да, насчет пшеницы тоже можете поздравить, в общем-то, конструкция сработала, пока все хорошо, вот тут я счет показываю, 145-589, клиентский счет, очень стабилен, в последнее время между 140 и текущей ценой находится, ну и кто помнит, я по пшенице продавал колы, строил конструкцию, точнее, покупал 450 колы, и строил конструкцию, вот она сработала очень даже неплохо, посмотрим, что будет дальше, главное, чтобы не было очень сильных уходов, там, куда-то на 600, и продал, кстати, 450, снова пункт, то есть, теперь я уже думаю, что мы так быстро обратно сюда не упадем, ну, если есть факторы на рост, они так быстро развернули рынок, то навряд ли можно ждать вот после такой картинки, все, конечно, может быть, но вот я не жду, 450 продал сентябрьский пункт, посмотрим, чем это закончится. Да, биткоин, наконец-то, мало времени, в двух словах, что произошло, ну, мало кто знает, что произошло, произошло то, что должно было произойти, мне кажется, что индукрия очень сильно перегрета, особенно меня раздражает какой-то майнинг, с чего это мы должны, участники, добывать эти биткоины, запускать какие-то мощности, сервера, добывать их, продавать, ну, все это несерьезно, мне кажется, ну, очень несерьезно, это не замена существующей финансовой системы, это какое-то извращение, надругательство над системой, сделать еще хуже, вот единственное, блокчейн, это прекрасная, ну, если кому интересно почитать, это прекрасная возможность избавиться от иерархии, от вертикального, да, от вертикальной системы, в чем-либо, как я сказал, и в авторских правах можно применить, и, допустим, запись кадастровых там, каких-то информации, много где, даже медицинская страховка, да, не какое-то агентство, например, Евросоюз, столько стран, вы получаете на руки какую-то карту, например, в Эстонии я получаю карту медицинского страхования, европейскую, которую нужно где-то в Европе показывать, и они проверят, да, действительно, карта, выданная эстонской больничной кассой, значит, вы можете получать медицинскую помощь. Так вот, все это можно записать уже в существующую систему, все компьютеры участников, мой, ваш, компьютеры вот этих вот агентств, там, допустим, больничный касс, да, неважно, министерство здравоохранения, все они хранят эту информацию, и в любой стране можно просто открыть, посмотреть, как это выглядит, не на сайте какого-то там агентства, не в базе данных, в которой можно хакнуть, информация может потеряться, а одновременно на всех компьютерах она хранится, и этот файл, он учил, вот как блокчейн, как биткоин, он одновременно ведет запись, вот эту книжку всего, что происходит, так же, как и переводы денежные, ведь биткоин это хранение записи того, кто кому сколько перечислил, если у вас есть там 100 биткоинов, это значит всего лишь то, что вам кто-то перевел 100 биткоинов, информация о транзакции и есть о хранении, тем, кто это делает, хранит, там, рассчитывает, система, которая оплачивает в виде вот этого мани, но не важно, подробности будем даваться, наконец-то какой-то мощный провал, я смотрю котировки вот здесь, хотя сейчас уже в метатрейдере есть, трейдингвью, вот хороший сайт, очень интересный, наверное, многие знают, кто не знает, напишите, пожалуйста, мне плюсик, минус поставьте, точнее, кто не знает, а кто знает плюс, трейдингвью, здесь можно аккаунт ввести, регистрироваться, портфели, комментарии, вот, сильная поддержка, где-то районе 2250, наверное, находится, сильная поддержка, мне кажется, биткоин достаточно технично себя ведет, ну, от чего еще ему отталкиваться, кроме как с какого-то там теханализа, каких-то мощных паник или эйфорий, ну, никто не написал ни плюс, ни минус, сейчас, график я покажу, BTC, переключусь, сайт называется TradingView, вот, наверное, виден, TradingView, здесь можно, вот инструментарий, он веб-бейст, ничего скачивать не надо, инструментарий неплохой, если вы регистрацию пройдете, даже бесплатно, просто регистрацию, массу всего можете делать, в портфеле вести, прогнозы здесь ставить, рисовать на графиках, я пока не пользуюсь полностью, но, говорят, очень интересный инструмент, бесплатно он дает пользоваться там 15 минут, ну, без регистрации, потом просто залогиниться, что график исчезает, рекоменды, вот, StockTweet, кстати, знаете, этот сервис, я о нем рассказывал, простой Twitter, в Instagram можно закидывать фотографии, в StockTweet и в обычный Twitter, может, еще что-то там есть, ну, такой, попытка, интегрировать трейдинг и социальные сети, очень хорошая попытка, пока, пока лучшего ничего не видел. Окей, что тут говорить о биткоинах, да, нечего быть, к сожалению, нет в Адмирале пока Short, только можно Long делать, Long Only, и вот, если кто считает, что будущее за биткоином, хорошие уровни, уровни поддержки, можно уже начинать скупать, но я не специалист, я скорее отношусь к тому, что такое огромное количество этих коинов, я уже не говорю про всякие OneCoin, которые ни разу не блокчейн, а какие-то даже пирамиды, об этом даже можно не говорить, уже смешно об этом говорить, тысячи всяких коинов с капитализацией, меньше, чем у любого из нас на банковском счету, грубо говоря, это ненормально, это далеко не нормально, это финансовая система делает нестабильной, а наоборот. Ну и то, что в поисковиках биткоина, например, в России на третьем месте в Яндексе, это тоже далеко не нормально. Как мне сказал один знакомый, это только в таких странах, как там Россия, где-нибудь там Украина, Китай, где доходы невысокие, люди ищут какие-то левые, ну как левые, не в нем, в смысле сторонние источники дохода, поэтому и популярно. Типа вот, мужик, поставь домой 5 видеокарт, купи, там сбережения свои потрать, включи, пускай они там крутят, хешат, майнят коины, и через, я сегодня смотрел статистику окупаемости, что-то там было 8 месяцев, что ли, самое меньшее, некоторые сервера, не сервера, а некоторые видеокарты специально для майнинга, даже на них было написано, вот в графе окупаемых было написано никогда, ну то есть они даже не окупятся. Так что, вот в таких странах люди ищут, делают попытки откуда-то со стороны найти какие-то заработки. Я не уверен, что в Норвегии или в Дании уважающий себя инженер или, я не знаю, IT-специалист, дополнительно, достаточно такого, среднего даже уровня будет закупать карты, ставить домой на кухне, если он не энтузиаст, да, биткоина и всяких блокчейн, что-то там майнить, чтобы 3 копейки заработать, да, так что, видимо, причина кроется не в том, что это реально крутая идея, хотя это реально крутая идея, а популярность майнинга заключается именно в том, что люди ищут дополнительный доход, как бы вот поставить, халява, вот советская такая халява, поставил на кухне, крутятся вентиляторы, и что-то тебе майнинг, но если кого обидел, кто любитель, а таких майнингов, мало такого майнинга, не обижать, это мое мнение, что это ненормально, майнинг и все остальное, это хорошо бы, чтобы система как-то нашла дно, нащупала дно и все это начало использоваться в хороших масштабах блокчейн, как система, вот это был бы прогресс в будущем, а вот это вот эйфория и пузырь вокруг всяких коинов, всякие разговоры, YouTube весь просто завален этими дурацкими роликами, какой коин сколько стоит, да мне лично все равно, какой коин сколько стоит, в сортах кое-чего я даже не разбираюсь, не хочу разбираться, но хорошо, что в Адмирале теперь есть несколько инструментов, основных коинов, да, вот биткоин, как король всех биткоинов, всех этих коинов, эфир, лайткоин и рипл, больше вам не нужно, там их тысячи, часть из них наверное исчезнет уже в ближайший месяц, вторая часть уже в течение года, вот 4 основных коина, к сожалению, лонг-онли, но я думаю, Адмирал над этим работает и скорее всего будет скоро и шорт можно будет делать, я более чем уверен, просто если вчера только ввели лонг-онли в режиме, видимо, на то есть причины, почему пока лонг-онли, а было бы неплохо, если бы шорт был бы уже вчера доступен, то заработать было бы можно очень даже неплохие суммы, окей, ну завершим мы чем? Завершим тем, что я вам дам сейчас ссылку на регистрацию нашего вебинара, наконец-таки у нас есть ссылка на вебинар по парному трейдингу, уже очень многие у меня спрашивают, вот вы здесь уже можете регистрироваться, когда он будет, мы его переносили, вот в четверг 20-го числа, наверное, я опять оказался обманщиком, обещал 6-го, 13-го, но не от меня зависело ни разу, и так получилось, что то ли люди в отпусках, то ли просто больше времени нужно на рекламу, и вот уже здесь ссылка на вебинар по парному трейдингу, и потом у нас будет курс, курс, посвященный маркет-нейтральным стратегиям и парному трейдингу, вот я здесь вижу, есть из Латвии люди, они уже, скорее всего, проходили или видели семинар, кто-то, может быть, на курсе был, мне кажется, очень даже неплохо получилось для первого раза, коротко, четко, в сжатые сроки мы смогли весь сок рассказать, что такое парный трейдинг, ну, в двух словах, это, допустим, разница между брендом и WTI сортами нефти, как только вы видите, что они расходятся, у вас есть данные, что они сильно коррелируют, у вас есть анализ, цифры, и как только вы видите, что они расходятся, вы встаете в шорт на одной, на одном сорте, ломок на другом, и ловите, собственно, не движение куда-либо, а ловите восстановление узкого спреда, ставите на то, что спред снова сойдется в каком-то исторически более справедливом уровне. Также можно это делать и с акциями конкурентов ближайших, там, допустим, J.F. Morgan из Данков Америка, например, масса компаний имеет, акции компаний имеют корреляцию чуть ли не 0,97-0,96, это 97%, это очень много. И в метатрейдере у нас есть инструмент, точнее, в Supreme Edition есть инструмент Коррелэйшн, Матрис Коррелэйшн и Коррелэйшн Трейдер. Ну, все это будет, я обо всем этом расскажу. Вот уже есть ссылка, регистрируйтесь, 20-й. Я ее закрою, я уже вставил, закрою ссылку. И, наконец, я как-то сделал себе бухок, вот я покажу его на экране. За дизайн, конечно, не ручаюсь, пока вот что получилось, уже первый пост я написал, а в прошлую, по-моему, пятницу тоже скину ссылку в трейдер, трейдер 1.1. Уже, ну, можно сказать, что стартовал. И с этой недели я буду вести фоторепортажи из Испании, всякие, ой, нет, нет, подождите, не так, трейдер 1.1, без точки после трейдера, вот, вот, вторая ссылка более правильная. сверху я скайп свой дал, если хотите в группу попасть, добавляйтесь, вот, ссылку на блог, пока там какие-то, может быть, мы кнопочки уберем, что-то добавим. Ну, вот, начнется уже самая сочная часть, путешествие по разным маленьким городам в Испании, именно в формате трейдинга я буду постоянно торговать, постоянно говорить о рынках, постоянно интересоваться экономикой и размышлять обо всем этом в таком режиме передвижения, в мобильном режиме, так как открыть мой знакомый трейдер, я и мой ноутбук, вот, все, что мне нужно. И, и все, наверное, да, я все вам показал, рассказал, в этот четверг не будет вебинара, будет сразу 20-го, вот, ссылку я вам выслал на вебинар по парам и потом соберем этот курс. Всем удачи на рынках, успехов, если есть вопросы, пишите, 5 минут у нас еще есть, просто задача в том, чтобы вебинар не длился больше часа, так-то я могу до утра говорить, если есть вопросы, пишите. Да, темы, которые вы мне посылали для вебинаров тематических, я все помню, какие-то темы мы сможем уже забрать, уже какие-то нет, потому что, ну, или у Адмирала нет каких-то инструментов, все-таки говорить о каких-то внешних, не существующих у данного брокера, организатора вебинаров инструментов, наверное, было бы неправильно, или же не так много людей этим интересуются, все-таки нельзя делать вебинар очень-очень успонаправленным, не вебинар, да, вебинар, все-таки нужно, чтобы более широкие слои трейдеров интересовались этим, и им было интересно слушать вебинар. Вот почему мы не рассматриваем всякие там облигации, хотя есть инструмент, в этом выигре трейдерист, заостряем внимание на более популярных инструментах, более популярных темах. и еще была идея, кто-то в ютубе писал в канале в виде комментариев, мне попал с краем глаза, глянул, писать об управлении активами, я как-то рассказывал, конечно, о том, как я пришел к этому, но, видимо, есть люди, которым это интересно, напишите плюсы, если вам это интересно, именно, как управлять чужими деньгами, какие подводные камни, как вообще прийти к этому, да, вот Андрей писал, наверное, в комментариях, я видел, как прийти к этому, это, отца в лес не ходить, я напишу хитрости какие-то, свой путь, именно не трейдера, а управляющего, который начался в 2009-2009 года, как я привлекал деньги, без имен, без цифр особо, как вообще это делается, именно мой вариант, такой кустарный, любительский, что ли, да, ни хедж-фонда, ничего у меня никогда не было, дай бог, будет, конечно, но это не такой легкий процесс, чтобы регистрилить хедж-фонд, минимум надо 10 миллионов активов иметь в управлении, чтобы эффективность была, иначе посты, расходы, аудитор, регистрации и так далее, все сведя, первый год хедж-фонд сжирает 50 тысяч долларов, причем эта информация о пятилетней давности дороже стала, 50 тысяч долларов это та сумма, которая нужна, там разные были цифры, 56 тысяч евро мне выслала одна компания, предложение, ну вот в среднем 50 тысяч долларов та сумма, с которой нужно распрощаться, чтобы у вас был зарегистрирован хедж-фонд, просто зарегистрировано, потом каждый год аудит, администраторы, в хедж-фонде как таковых налогов особо и не должно быть, зависит от юрисдикции, конечно, но смысл хедж-фонда еще в том, что он всегда где-то на кайманах, и хедж-фонды не регистрируются в каких-то таких вот юрисдикциях, типа европейская страна, члены европейского союза, хотя вот здесь, в Талине, знаю, не здесь, а в Талине, знаю, достаточно много людей, которые в этой индустрии как-то пытались что-то сделать, и одним удалось, одним ребятам удалось зарегистрировать хедж-фонд именно в Эстонии, они, конечно, жаловались, что это очень сложно, не потому, что в Эстонии бюрократия, нет, потому что вот почему, да, все идут в офшоры, все идут на кайманы, а в нормальной стране, в нормальной юрисдикции зарегистрировать вот именно хедж-фонд, скажу больше, нет понятия хедж-фонд, а в большинстве стран Европейского Союза хедж-фонд это инвестиционный фонд, а это уже серьезная организация, которая даже может инвестиционный дизайн управлять, поэтому там от уставного до документа все очень сложно, более того, в Эстонии еще и есть закон, требующий хранить топозитарий, именно иметь эстонский топозитарий, то есть, то есть, банк эстонский, или Шведбанк в Эстонии такой, да, шведский банк, представительство шведского банка, так что очень много таких вот сложностей, если делать это в юрисдикциях вот таких белых-белых-белых в Европейском Союзе, но и не скажу, что они собрали очень много денег, открыли сложнейшие такой белой юрисдикции, не сказать, что у них прям сотни миллионов управлений, у них даже меньше, чем когда-то было у меня, хотя они столько потратили силы, энергии, ну, молодцы ребята, просто я лично так не буду делать, и очень многие в инвестиции мне говорили, это не тот путь, это не тот путь,